Сразу после обращения Владимира Путина портал госуслуги стал недоступен. На сайт долгое время невозможно было зайти. Это сейчас с трудом можно сделать. Ресурс попросту не справляется с наплывом пользователей, которые вознамерились, по всей видимости, оформить обещанную президентом материальную помощь. Прямо сейчас к прямому эфиру РТВ присоединяется политолог, доцент РАНХИКС Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, мы вас приветствуем. Вообще о замедлении темпа прироста заболевших в России говорить действительно пока рано. Однако Владимир Путин, как мы видим, принимает решение отменить режим нерабочих дней, постепенно снимать ограничения. По-вашему, это скорее разумный ход? Но ведь действительно страна большая, и везде в каждом регионе ситуация с заболеваемостью разная. Или же здесь мы имеем дело скорее с вынужденным решением? Потому что в Кремле наверняка понимают, что экономика так долго не протянет. Ну и возможно, какие-то закрытые социологические данные говорят, что россияне больше так жить не могут. Что здесь первично, на ваш взгляд? Вы знаете, я не вирусолог, поэтому про динамику заболевших ничего говорить не буду. Но из того, что в общем понятно из наблюдения за социальной динамикой, можно было заключить, что власти федеральные свою задачу видят в том, чтобы каким-то образом дотерпеть с этим режимом самоизоляции до окончания майских праздников, потому что дольше невозможно. А дальше придется каким-то образом эти ограничения снимать. Дело не только в том, что экономика может или не может выдержать, об этом, опять же, лучше вам спросить экономистов, но было видно, что, что называется, карантин снимает сам себя явочным порядком. То есть люди достигли некоторого предела своих возможностей, не только экономических, но и, собственно, бытовых. Боятся, устают, угроза уже не представляется такой новой и поэтому такой пугающей. Погода стала лучше, то есть просто людей стало больше в публичных пространствах. Каждый из нас это заметил. Тут не надо быть, опять же, ни эпидемиологом, ни экономистом для того, чтобы обратить на это внимание. А вводить запреты и поддерживать запреты, которые не выполняются, это опасная ситуация для власти. То есть лучше, конечно, возглавить то, что ты не можешь остановить, то есть начать вот это самое поэтапное, насколько возможно ему быть поэтапным, снятие ограничений, потому что иначе, ну, люди просто сами начнут это делать. А несмотря на весь угрожающий вид нашей Росгвардии и полиции, каждому подъезду, каждой там лавочке, каждому ларьку не приставишь ни полицейского, ни росгвардейца. Поэтому лучше действительно принять неизбежную реальность. Но, судя по тому, как это планируется делать, по-прежнему ответственность на руководителях регионов. То есть сказано, что в каждом регионе ситуация своя, и это действительно так и есть, это вполне соответствует реальности. Поэтому вот как такой губернатор решит, так оно и будет. Москва, очевидно, сохраняет свой самоизоляционный режим до конца месяца, поскольку ранее уже об этом был новый указ, или, точнее говоря, поправки в этот базовый указ мэра Москвы. И непонятно, будет ли это подвергаться какой-то коррекции после того, что заявил президент, потому что, конечно, все телезрители и радиослушатели, и читатели, которые это слушали, читали и видели, поняли это в том духе, что все, президент разрешил, теперь гуляем. А что пропускать теперь отменили, спрашивают граждане друг друга. Теперь уже не надо их выписывать. Но, по крайней мере, в Москве, очевидно, что выписывать их все-таки надо. Видимо, выход видится в том, что, вот хорошо, вы теперь, понятно, будете везде ходить и ездить, но хотя бы, пожалуйста, делайте это в перчатках и в масках. Ну и в Москве ранее, и в Московской области были продлены все эти ограничительные меры до 31 мая. Как мы понимаем, и, судя по всему, все остается по-прежнему, насколько мы можем предполагать. Пока, вроде, пока будет так. Хотя, еще раз повторю, конечно же, то, что сказал президент, воспринимается как некое окончание карантина. Вот все, Путин сказал, теперь все свободно. Хотя, по крайней мере, относительно Москвы и Московской области, это, очевидным образом, не соответствует действительности. Но тут будет такое вот, такое противоречие политическое между президентом, который дал всем свободу, и губернаторами, которые эту свободу до людей не доносят. И как-то вот скрывают, так сказать, указ об освобождении крестьян. Император уже подписал, а помещики его еще скрывают. Была такая проблема. Император сегодня еще объявил о дополнительных мерах финансовой поддержки. Почему, по-вашему, их львиная доля касается россиян с детьми? Это такое очередное напоминание о том, что у нас тут скрепы, традиционные ценности, а не вот, как все на Западе, всем деньги раздавать мы не будем. Или же здесь какие-то другие мотивы? Как вы думаете? То, что объектом поддержки будут семьи с детьми, было объявлено и раньше. Если вы помните, легко, конечно, запутаться в этих обращениях президента, которых было уже довольно много, но в самом первом из них он сказал, что в первую очередь нужно помогать семьям с детьми. С одной стороны, это некоторая, как это нынче называется, биополитика. То есть мы поддерживаем тех граждан, которые правильно размножаются. С другой стороны, в этом есть элемент экономической реальности, потому что рождение ребенка делает семью бедной. Оно просаживает ее экономический уровень. То есть если она была состоятельной, то она становится менее состоятельной. Если она была бедной, то она имеет хороший шанс погрузиться в нищету. И с каждым следующим ребенком это усугубляется. Поэтому это, что называется, валидные объекты поддержки, семьи, у которых есть дети. Ну, тут есть та же проблема, которая есть вообще с безадресной помощью. Дети разные, семьи разные. У богатых тоже есть дети, и не все они нуждаются в том, чтобы им выплатили по 10 тысяч. Но это, еще раз повторю, вообще сложность безадресной поддержки. Я думаю, что экономисты должны сказать, сколько, так сказать, процентов ВВП займет эта помощь, насколько она масштабна, насколько она сравнима с тем, что делают другие страны. Но я, так сказать, как гражданин, что я могу сказать, это лучше, чем ничего. Вот этот вот последний пакет больше похож на какие-то меры помощи, чем все то, что было до этого. Хотя тут тоже есть всякие многочисленные условия. Помощь осуществляется тем, кто за ней обратился. Почему, собственно, сайт госуслуги, потому что заявку надо написать либо через госуслуги, либо через сайт пенсионного фонда, насколько я понимаю. То есть идея в том, что граждане сами должны прийти обратиться, а дальше, если они будут сочтены достойными этой поддержки, то им ее и окажут. Есть возврат налога для самозанятых, но я напомню, что это касается 2019 года. В 2019 году у нас только 4 региона в экспериментальном порядке. У себя этот статус вводили. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. С этого года это будут уже все регионы, но там никого вычета не получается. И, насколько я понимаю, какие-то льготы для малого и среднего бизнеса тоже по налогообложению. Да. Вы вообще можете согласиться ли с тем утверждением, что вот это начавшееся, пускай и в ограниченном объеме раздача денег, не что оно, как подготовка к тому самому голосованию по поправкам Конституции, попытка, не побоюсь этого слова, купить доверие электората. Вообще сейчас, кстати, вырисовывается какое-то видение, когда же может произойти это самое голосование. Либеральный Фейсбук говорит исключительно о том, что Кремль таким образом якобы пытается попасть вот в этот промежуток между первой и второй волной пандемии. Что мы можем здесь сказать на этот счет? Тут понятно, что организаторам голосования нужно будет проникнуть в очень узкую форточку возможностей. Когда радость от снятия карантинных мер еще не рассеялась, а ужас это сознание новой экономической реальности тоже еще не проник в умы и души избирателей. Поэтому, если я правильно понимаю, как там у нас устроен процесс принятия решений, сейчас идут бурные обсуждения того, когда, летом или осенью, пораньше. С одной стороны, нужно как можно раньше. С другой стороны, если как можно раньше, то опасно с эпидемиологической точки зрения. Оттягивать тоже рискованно, потому что с каждой следующей недели настроения избирателей лучше, мягко говоря, не делаются. То есть нужно поймать вот этот краткий миг эйфории и быстро в нем организовать голосование. Называются разные даты. Я не буду заниматься этой торговлей слухами. Пока нет открытых источников, то ни о чем, собственно, и говорить. Но понятно, что либо речь может идти о лете. За в пользу летней версии говорит нам, ну, вот, собственно, этот временной фактор и, так сказать, хорошая погода. В пользу осени. Осенью после отпусков, вроде как, у нас избиратель считается более добродушным. На основании этой гипотезы, собственно говоря, единый день голосования был перенесен с декабря на сентябрь. Ну, в общем, посмотрим. Голосование должно пройти, его нельзя не провести, нельзя сделать вид, что мы про него каким-то образом забыли. А провести его очень сложно, потому что социологическая динамика, динамика социологических параметров говорит нам о том, что уровни доверия и поддержки у нас, мягко говоря, не растут. Я напомню, что у нас Российская Федерация единственная страна, которая в период пандемии не увидела эффекта ралли, знаменитого эффекта единения вокруг флага, который был в каждой стране рост поддержки правительства. Ну, рост поддержки власти обобщенной. А это было во всех европейских странах, это было кратко, но было в Соединенных Штатах, у нас не было и вообще нет. Может быть, у нас сейчас какое-то ралли произойдет на фоне вот этих самых снятий ограничений, вот на этом радостном эффекте, как в известной притче, «уведи козу». Вот увели козу, и вроде как, может быть, стало лучше. Но это будет во многом зависеть от динамики заболеваемости, потому что, понимаете, ограничения можно снять, это административная история. Но нельзя давать административные указания вирусу. Он будет вести себя так, как он будет себя вести. Поэтому, если сейчас люди выбегут радостно на улицу, там пойдут работать, покупать и что-нибудь еще там потреблять, а потом начнется всплеск, и вокруг них будет много заболевших, то это повлияет в свою очередь отрицательно на общественное настроение. В общем, что тут можно сказать? Не хотелось бы быть на месте организаторов всенародных голосований. Им сейчас нелегко, и дальше будет еще менее легко. Я думаю, что не всем хотелось бы быть еще на месте премьера Мишустин. Меня вот его судьба беспокоит. То у нас Владимир Путин, значит, передает от него привет, буквально из больничной палаты. То вот, как сегодня, Мишустин в совещании не участвует. Это отдельно анонсируется, это не участие. В самом начале, если помните, ходили слухи, что, мол, он вообще больше не вернется в премьерское кресло. Вообще, это все имеет смысл расценивать, как какие-то ситуативные спекуляции, или действительно основания подозревать, что тот же Белоусов, новый премьер, с нами надолго, они все же есть, или здесь, наверное, нет оснований для этого? Стоит все-таки учитывать объективные факторы, а не только во всем видеть какие-то аппаратные интриги. А, судя по всему, премьер действительно болен. Нам его показали. Он, в общем, выглядел довольно больным. Поэтому, видимо, это все правда. Вернется он или не вернется, будет зависеть от того, в том числе будет зависеть от того, насколько он выздоровеет и придет в себя. Вирус этот нехороший. Он много чего делает с человеком такого, что потом мешает ему жить полноценной жизнью. Поэтому давайте мы все пожелаем ему выздоровления и возвращения, по крайней мере, его полной трудоспособности. Действительно была странность, уже такая исключительно бюрократическая странность этим указом президента, в котором по закону о правительстве нет необходимости, потому что первый вице-премьер автоматически выполняет обязанности временно отсутствующего премьера. Но нам объяснили, что там почему-то не было, в распределении обязанностей не было сказано, кто премьера замещает, поэтому пришлось писать вот этот самый указ. Напомню, в этом указе нет даты и не написано, что Белоусс осуществляет обязанности премьера на время отсутствия из-за болезни председателя правительства. Он просто исполняет эти обязанности и все, просто вот работает премьером. При этом, еще раз повторюсь, один раз нам показали председатель правительства, он как-то незримо, так сказать, присутствует. Если на сайт правительства зайти, так он вообще там в каждой новости есть, как будто никакой болезни и не случилось. Поэтому пока рано нам делать какие-то заключения на основании вот этих вот довольно туманных указаний. Что ж, спасибо. Я благодарю политолога Екатерину Шульману. Она была на прямой связи с московской студией РТВ. И спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.